Добрый день всем. К сожалению, полость для того, чтобы сегодня встретиться у нас не самые хорошие. Вы прекрасно знаете то, что происходит с железной дорогой, как правильно отметил руководитель ДПО после 2010 года. Это бесконечная смена руководителей. Железную дорогу потихонечку одни пилили на металлолом. Хочу вам сказать, что за все эти годы я читал отчет службы информации безопасности. Ни разу не было у железной дороги ни одного прямого договора на поставку топлива, на поставку масел. Несмотря на то, что сегодня в Молдове присутствуют такие компании, как Лукойл и другие. Железная дорога за последние 12 лет это предприятие, вокруг которого было сотни компаний, посредников, у которых, поверьте, сегодня дети учатся в Лондоне, в других европейских городах. У них сегодня нет никаких проблем, в отличие от вас. Я хочу вам сказать, когда говорят, что вот обратимся к парламентской комиссии, я хочу немного вам объяснить, чтобы вы понимали, да, сегодня есть президент, есть парламент, к сожалению, есть исполняющий обязанности премьер-министр. Парламентская комиссия неуполномочена привлекать кого-то к уголовной ответственности. Это работа профильных органов. Почему профильные органы все эти годы ничего не делали? Приведу вам конкретный пример. У вас был среди вот этих семерых директоров дороги, был один, который сегодня депутат парламента по фамилии Чеботай. Вот, будучи директором ГП «Железная дорога», он закупил компьютерную программу «СОВ» за полтора миллиона евро. Несмотря на то, что специалисты говорили, что она стоит 200-300 тысяч. Это вот вам одна конкретная цифра, как убивали «Железную дорогу». Вы прекрасно знаете, что я был связан с «Железной дорогой». Я работал много лет в дирекции по обслуживанию пассажиров. Николай Цепович, мой одноклассник, будучи начальником ДОПа, только я знаю, как я 10 лет подряд ходил в Москве, чтобы не снимали наши поезда, потому что большинство вагонов были вагоны моего года рождения. Я выступал против с 2011 года и публично говорил в интервью, когда по полтора миллиона евро за каждый локомотив отдавали за ремонт. Я говорил, зачем делать этот бред, делать это на заводе в Румынии, где производили тазики, вот там ремонтирули наши локомотивы. Я говорил, давайте их отдадим как первый взнос и возьмем в лизинг новый, так как сегодня делаем по всем мире. Я говорил про концессию «Железной дороги», меня обвиняли в чем угодно, потому что сегодня, какого результата ждать, когда сегодня половина депутатов парламента – это те, которые участвовали или покрывали этот грабеж в течение последних 11 лет. Вы все прекрасно знаете, что у нас, к сожалению, страна кумовей. И у нас, поверьте, вот парламента по вертикали диску, матору танку, матору колу, верышу аргинкула и так далее. И это наша национальная трагедия. Сегодня единственный путь решения, чтобы вас не вводили в заблуждение. Я высказал эту точку зрения публично две недели назад. Вот когда у предприятия есть проблема, вы прекрасно знаете, что она берет деньги в кредит. У «Железной дороги» очень много долгов, очень много неоплаченных обязательств. Но в прошлом году, особенно с тех пор, как появилась проблема коронавируса, в том числе, примарием по всей стране разрешили брать короткие кредиты в Министерстве финансов для того, чтобы закрывать долги по заработной плате. Вернее, чтобы их не было, не то чтобы закрывать, потому что долгов не было. И этот кредит в Министерстве финансов они обязаны были взять. То есть, когда правительство голосует за кражу миллиарда, чтобы с Национального банка закрыть дыры банки, которые украли, опять же, у людей на них повесили, можно. А когда надо решить одну точечную проблему, почему-то все начинают рассказывать, комиссии расследования, комиссии расследования нет. Пока не будет работать Центр по борьбе с коррупцией, МВД и прокуратура, ничего не будет. Но сегодня единственный путь, правильно вы говорите, но нужно заканчивать в стране, когда большая часть руководителей, которые у вас были за последние 11 лет, это люди, которых понятия не имели о железной дороге. Они не были с ней никак связаны. И железная дорога, это одно из тех предприятий, где я помню, с уходом в ГГУЗа, я сам с ним часто конфликтовал, когда работал на железной дороге. Я был молодой, мне было 23-24 года. Я очень часто конфликтовал. Но нужно признать, что при нем был какой-то порядок. Потому что ГГУЗ был железнодорожный, он понимал проблему и путейцев, и Баконников. Он понимал проблему всех. Потому что он прошел все этапы. А когда приходят коммерсанты, которых интересует поставка запчастей, и десятки миллионов евро ушли в металлфироз за счет того, что на металлолом пилили даже то, что не нужно было пилить. Вы это прекрасно знаете, потому что эта ситуация происходила по всей стране. Я пришел сегодня высказать свою позицию, что я солидарен с вами. К сожалению, как примар города, я не имею права списать какие-либо письма, обращаться в банки, требовать каких-то мер от вашего руководства. Но я уверен, что у нас скоро будут досрочные парламентские выборы. Мы эту проблему решим. Я сегодня говорю с коллегами с утра. На следующей неделе, в среду, мы проведем внеочередное экстренное заседание муниципального совета. Я вышел сегодня с инициативой, чтобы всех работников Бельского узла природнять в категорию льготников, чтобы вы могли бесплатно пользоваться муниципальным транспортом по удостоверению железнодорожника. То есть это в наших силах, и мы это на следующей неделе сделаем. Я уверен, совет нас поддержит, потому что у вас кризисная ситуация, нет зарплат. Я запросил также информацию, может быть, мы сможем сделать еще что-то, кроме бесплатного общественного транспорта. Для вас это я уже вам... А? Мне показалось, что это предложение. Значит, если что-то сможем еще, я в среду выйду дополнительно вам об этом скажу. Вы сегодня большая дружная семья. Я знаю, что сегодня железнодорожники протестуют и в Кишиневе, и на юге, протестуют по всей стране. Я вчера говорил с руководством ваших профсоюзов, значит, вы не должны молчать. К сожалению, в нашей стране пока не прижмут, никто делать ничего не хочет. Я сталкивался с этой ситуацией, когда вместе с водителями, владельцами грузовиков, фур, мы поставили при езде в город, я приходил к ребятам, потому что они просто уже не могли ездить, им просто уже практически не давали жить. Сегодня протест – это единственная форма, где вы можете высказать свое недовольство. Но вы должны требовать от руководства сегодняшнего, которое есть, пусть не морочат голову, пусть возьмут кредит на зарплату. Не для оплаты долгов поставщикам, а на зарплату. Сегодня я уверен, что даже временное правительство, которое у нас есть, и руководство Молдавской железной дороги в состоянии решить эту проблему. Я поддержу вас, если вы выйдете на улицу, поедете в Кишинев, поверьте, я буду рядом с вами. И буду рядом со всеми железнодорожниками нашей страны, потому что так это оставлять нельзя. И обещаю вам, что не за горами тот день, когда, поверьте мне, я как собак буду ловить за пределами нашей страны всех этих уродов, которые уничтожали Молдавскую железную дорогу и довели до этого состояния. И, поверьте мне, в багажник я их красиво в скотчах привезу домой и перед вами поставлю. Спасибо. Ввиду технического простоя, потому что, по крайней мере, про него все говорят в последнее время, если будет длительный простой технический, значит, я дам поручение сегодня, определю кого-то ответственного, значит, вы знаете, что у нас есть муниципальные предприятия, если будет ситуация, что нужно будет трудоустроиться специалистам на полгода, ну, на тот период, пока будет какая-то ясная железная дорога, значит, я дам поручение, чтобы нашли возможность максимально трудоустроить максимальное количество людей. Да, заработные платы это проблема по всей стране, но сегодня люди у нас получают на предприятиях ее вовремя, у нас зарплата дворника, когда пришел, была 1800 лет, сегодня, чтобы вы знали, дворник получает 4500 лет, потому что набили порядок, и это правильно, потому что вы видите, эти люди с 6 утра, они работают так же, как и вы, знаете, каждый в своем. Главное, что сегодня мы рассмотрим возможность троллейбусного управления, ДРСУ, ЖКХ, то есть, если технически простой затянется, вам же нужно куда-то идти на работу, да, понятно, нужно решить проблему, чтобы вы получили долги по заработной плате с вами закрыли, но завтра нужно куда-то идти, чтобы вы знали, что наши предприятия открыты, я через бельские СМИ оповещу, кто контактное лицо, можно будет там позвонить, проконсультироваться, чтобы вы не звонили на все предприятия, подготовить там, где есть возможность трудоустроить людей, потому что я уверен, что какому-то количеству людей мы сможем помочь, я не уверен, что мы сможем, у вас 1300 человек, да, насколько я знаю, в Бельском УД, примерно, вот, и поэтому имейте в виду, что на эту тему мы для вас открыты, спасибо большое. А по поводу услуг, сможете нам как-то в годы какие-то подплаты, электричества, значит, сегодня, вот я сейчас отходил, говорил, то, что касается Бельс, транспорт у нас, да, не тот ролейбус, потому что маршрутки частные, дальше, по ДСУ услуга по вывозу мусора наших, но электроэнергия, газ и так далее не имеет никакого отношения к Примарии, это, многие просто звонят иногда, подавайте дешевле, то, не дешевле, это вообще в нормальных странах, то, что касается города, это все подчинение Примарии, даже муниципальная полиция, у нас в стране, к сожалению, ну а как же быть тогда, скоро вообще не будем уметь чем платить, вы поймите, сегодня важно, чтобы перед вами закрыли долги, я просто не могу сегодня обещать вместо министра финансов, понимаете, если бы я был министр финансов, я бы говорил сегодня про кредит, про какое-то другое решение, к сожалению, Бельская Примария сегодня у меня мемая дожесть не позволяет этим заниматься, то есть то, что я буду будоражить ситуацию в Кишневе, но еще раз, можно ходить сколько угодно, ребят, в президентуру, в парламент, сегодня вопрос правительства, есть исполняющие обязанности министра финансов, где они, есть просьба, чтобы выделить кредит госпредприятию, понимаете, это же не частная контура, железная дорога, чтобы это как-то усложнять, потому что сегодня дальше обращаться, конечно, можно везде, я вижу, что многие выходят, создают комиссию по расследованию, все эти схемы все знали 11 лет, вы думаете, кто-то не знал, все их прекрасно знали и ни для кого нет никаких новостей, и тот вопрос, что вы говорите, на этот период пока не решена ваша проблема, вот это вопрос правительства, я имею в виду, вот как я в Бельцах собираю муниципальный совет, чтобы решить проблему, чтобы бесплатно могли пользоваться муниципальным транспортом, вот так же на заседании правительства они могут поднять вопрос касаемо всех работников железных дорог и посмотреть, что это, электроэнергия, отопление, то есть, вот они в состоянии это сделать, и для этого самое главное им не нужны деньги, понимаете, вот мне же не нужны деньги для того, чтобы в среду собрать на муниципальный совет, чтобы решить вопрос по транспорту, то есть, вы должны от них требовать, возьмите несколько требований, помимо общего, чтобы с вами рассчитались, потому что, чем больше у вас будет страниц, поверьте мне, тем легче будут маневрировать и придумывать, что это не наше, то не наше, там мы ни при чем, и так далее, и так далее. Возьмите вот эти несколько требований, где посмотреть, какие сегодня есть взаимодействия с государством, и вот это они вам должны закрыть, тем более, что вы не просите, чтобы вам подарили, пусть закроют из ваших денег, потому что у кого-то есть кредит, и так далее, это ужасная ситуация, тем более, что вы правильно видите, самое страшное, что при том, что железную дорогу грабили, при Марии тоже в 15-м году было плохо, но когда я видел дворников в 1800-2000 рублей, мужики, которые убирали мусор по городу, значит, получали около 3000 лет, ни спецодежды, ничего, пришли, закрутили гайки, и появились деньги, и рынок им привести в порядок, и все остальное, понимаете? Вопрос, нужен хозяйственник, и вы не должны больше, не допускайте больше бизнесменов новыми директорами Молдавской железной дороги, просто как вам его предложат, просто там же его укладывайте где-нибудь на запасных путях, или в ближайшие товарняки отправьте куда-нибудь, потому что это самое страшное, когда приходят люди, которые понятия не имеют. Еще раз большой смысл. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!